Добрый вечер! Обзор новинки от компании Ulefone базовой модели в их линейке модель Ulefone BX есть также B1, B Pro но это более старшие товарищи мы сегодня познакомимся с самой младшей моделькой но тем не менее она может вас удивить ей есть чем похвастаться и в первую очередь, конечно же, это своим мощным восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц кроме этого, смартфон может похвастаться компактными размерами диагональ экрана всего 4,5 дюйма сейчас эту диагональ уже можно назвать мини-скоро это уже будут нанотехнологии сейчас все меньше и меньше телефонов выпускаются с такими диагоналями в общем, 4,5 дюймов IPS-матрица и разрешение QHD 540 на 960 пикселей при этом смартфон имеет 1 ГБ оперативной памяти 8 ГБ встроенной оснащен двумя камерами основная камера 8 Мп дополнительная камера 2 Мп встроенный аккумулятор 1900 мАч размеры нельзя назвать компактными диагональ небольшая, но при этом толщина 9,8 мм хотя благодаря вот такой вот металлической рамке в которой облачен телефон который идет по всему периметру телефон не выглядит толстым и смотрится очень симпатично кнопка блокировки, как видите, расположена справа а кнопки громкости разнесены и расположены слева в верхней части все доступные разъемы это микро-USB и разъем под стандартную аудиогарнитуру в нижней части все чистенько, кроме отверстия для микрофона смартфон имеет классический дизайн три основные сенсорные кнопки не имеют подсветки однако краска на них светоотражающая на ярком солнце, да и вообще при свете дня они как будто бы светятся но в темноте, конечно же, подсветки немного не хватает можно занести это в небольшой минус устройство также не хватает смартфону и индикатора событий задняя часть изготовлена из пластика задняя крышка полностью пластиковая но при этом имеет матовую ребристую фактуру при которой смартфон абсолютно не скользит очень удобно лежит в руках и при этом не оставляет отпечатков пальцев и вообще любых отпечатков использования вот здесь можно разглядеть также основную камеру под которой расположена светодиодная вспышка а в нижней части отверстие под аудио динамичек ну, в принципе, самое интересное нас ждет, так сказать, переключение вот несмотря на то, что смартфон стоит всего около 80 долларов здесь установлен недешевый дисплей по-моему, от компании LG я смотрел в каком-то тестере яркость очень высокая для дома достаточно примерно 15-20% на улице даже при максимальном освещении в смысле, при максимальной яркости солнца все хорошо считается и видно дисплей очень красочный яркий, сочный очень высокие углы обзора вот сейчас я вам покажу смотрите, углы обзора близки к 180 градусам под любым из углов цвета не теряют своей силы и не изменяются инверсии не наблюдается в общем, дисплей высокого качества так, переходим к производительности и тестам для начала посмотрим Antutu Benchmark информация из Antutu так, процессор MTK MT6592 8 ядер немаловажно, что графический процессор Mali 450 MP вот в такой вот связочке этот смартфон способен запустить абсолютно любые современные игры без любых проблем никаких тормозов все, что я запускал работает просто отлично так мультитач мультитач у нас на 5 касаний сам по себе тачскрин мне показался немного туговатым в привычке от других телефонов, когда чуть ли не подносишь она уже срабатывает здесь, надо так уверенно нажать я думаю, что если снять защитную пленку то эта ситуация изменится но я снимать ее не буду потому как она наклеена ровненько пузырьков нет просто нужно немножко перестроиться нажимать чуть сильнее, чем обычно хотя для кого-то это может будет не проблема так, далее операционная система Android 4.4.2 есть беспроводное обновление беспроводное обновление Lulipop конечно никто не обещает но свежие прошивочки я думаю подходить будут датчики у нас установлены брендовые как видим Bosch Prohm вот и что у нас тут по баллам результат не сохранился что ли ну походу не сохранился 31 тысяча очков 31 тысяча 500 очков в Antutu набрал Luliphone BX вот далее также протестировал другими бенчмарками допустим игровой бенчмарк Anomaly есть игра такая Anomaly 2 Anomaly Core на максимальных требованиях довольно неслабо поджирает ресурсы есть High Quality Test Normal Quality Test Low Quality Test давайте пройдем тест в живую High Quality скажу только что буквально там недельки полторы назад у меня на руках был 8 ядерник Mijue T100 8 ядерный смартфон с 2 гигабайтами оперативной памяти так вот он на High Quality получил серебряную медаль пауэл пауэл смотрим поближе здесь видна конечно графика особенно эффекты взрывы все очень качественно детально прорисовано тот же Mijue T100 имел проседание в FPS это было заметно небольшими подлагиваниями хотя 8 ядер 2 гигабайта оператива здесь 1 гиг оператива но этот смартфон выигрывает в первую очередь из-за своего низкого разрешения экрана всего лишь QHD 4,5 дюймов QHD разрешения и при этом 8 ядер очень долгий тест конечно мне казалось он проходит намного быстрее ладно не будем можно ли его как-то остановить можно так мы его затушим запустим снова лишь для того чтобы посмотреть уже пройденный результат я так и проходил уже my results как видите на high quality gold award то есть я со 100% уверенностью говорю что этот смартфон потянет абсолютно любую современную игру которая поддерживает Mali 450 так далее что-то у нас тут яркость слишком высокая немного понизим epic citadel получил 57 fps из 60 возможностей на high quality также были пройдены base 1 и base 2 результаты посмотрите в текстовой версии обзора хотя может сейчас я скриншот сделал да должен быть скриншот так бейсмарк значит у нас набрал 10275 очков это на medium quality medium средний и на height quality 3623 но тоже выше чем тот же midjuet T100 с 8 ядрами и 2 гб оперативки крутой смартфон получается по производительности я вам скажу честно вот я вам соврал про antutu не 31500 31500 это как раз был у этого midjuet с которым я сравниваю здесь 28800 ну вот почти 29000 что почти практически то же самое конечно ну вот я думаю что разница чуть меньше только из-за того что частота процессора здесь 1.4 8 ядерника у того там было 1.7 но данный процессор вообще не греется практически при играх если мощный процессор 1.7 его там каждые 30-40 минут там задняя крышка начинает закипать вот в этой части нужно давать ему остыть иногда даже выскакивает сообщение охладите батарею или что-то в этом роде то в данном случае здесь никаких проблем вообще не было так сенсор бокс у нас показывает наличие таких тачков акселерометр световой proximity звуковой магнитного датчика нет гироскопа нет здесь естественно нужно же на чем-то экономить далее давайте перейдем в галерею посмотрим скриншоты то что я еще оттестил GPS GPS у меня был тест разделен на два дня значит первый день было пасмурная погода было небо затянуто плотными облаками вот в такой погоде 5 из 7 спутников точность 10 метров при плохой погоде это довольно неплохой результат сегодня была погода хорошая я провел тест еще раз безоблачное небо солнышко и мы получаем 11 из 11 спутников точность 5 метров здесь было даже получше 11 из 11 точность 4 метра GPS как для платформы МТК работает хорошо Wi-Fi был проверен Wi-Fi прилично принимает сигнал это в комнате с роутером соседняя комната через одну стенку это дальняя комната 2 стенки и это в подъезде 3 стенки и расстояние там от роутера метров 15 и 3 стенки из них одна бетонная капитальная все равно ловит довольно неплохо так что еще различные бенчмарки тесты ну в принципе как бы все вот немаловажным результат для меня является автономность так как здесь всего 1900 мАч батарея заявлена я переживал что в реальности она окажется еще меньше но проверивай Максом я успокоился батарея ровно настолько насколько заявлено у меня там 1870 вышло плюс минус там 20-30 ампер погрешность не берем батарея реально соответствует заявленной это уже второй улефон вторая модель первую я тестировал B1 там тоже соответствовала вот эта вторая модель то есть можно говорить о том что производитель серьезный не обманывает что у нас тут пройдя батареи тест конечно результат не сильно впечатляет 4072 балла и предпоследнее место в реальности это двое суток использования среднего умеренного или сутки суперактивного использования в режиме звонки в режиме только звонки спокойно телефон вытягивает 3-4 дня ну в среднем я же говорю двое суток кто с таких телефонов только не звонит как минимум там захочется проверить интернет проверить почту полазить в интернете может немножко поиграть послушать музыку в таком режиме двое суток так вот игрушки которые я тут ставил но это мы не будем показывать так по камере камера восьмерочка можно сказать что простенькая снимал тоже в несколько этапов делал тест в такую как бы пасмурную погоду пасмурная погода потом была сегодня солнечная погода и как бы еще было у меня искусственное освещение ну во всех трех случаях могу сказать что камера снимает на свою стоимость разрешение не слишком высокая детализация но при этом довольно нормальная неплохая резкость хорошо отрабатывает автофокус неплохо работает макросъемка вот текст фотографировал еще где-то и что немаловажно нет никаких багов там с розовыми пятнами ничего не наблюдается то есть цветопередача все четенько видео снимает как-то так перелистаем куда-нибудь сносно снимает видео для бюджетника даже неплохо вот ну на этом все как бы еще стоит отметить хорошее звучание в наушниках это то что мне понравилось высокая громкость звонка все четко средней частоты немного не хватало басов ну подправляются с помощью эквалайзера и звучание становится более приемлемое вот в принципе телефоном очень доволен как бы отличный бюджетник с плюсов могу назвать прикольный дизайн небольшая диагональ это для тех кто не любит так сказать лопаты громкий звук хорошая связь честный аккумулятор хоть и не слишком большой но довольно неплохой основной плюс это конечно же его цена сверх доступный бюджетничек и при этом имеет 8 ядер производительный и их оперативки и отличный IPS экран вот конкретных минусов в нем я не вижу кроме конечно камеры не сильно крутой но за эту цену не на что больше надеяться вот на этом как бы все благодарю за внимание задавайте вопросы в комментариях подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки возможно что-то упустил до новых встреч